В составе Брестского городского совета депутатов на данный момент насчитывается 39 человек. Подавляющее большинство из них присутствовали лично или в режиме видеоконференции на очередной 28-й сессии. В работе сегодняшней сессии городского совета принимают участие и депутаты национального собрания Республики Беларусь, которые избраны в национальное собрание от города Бреста. Это устоявшаяся практика. Мы их постоянно приглашаем для совместной работы. Им огромное спасибо, что они откликнулись и сегодня работают. Повестка нашей сессии предполагает не только рассмотрение основного вопроса, который связан с профилактикой преступности и состоянием общественной безопасности в городе Бреста, но и целый ряд текущих вопросов, которые тоже ставит жизнь. Проблемы преступности в городе саккумулированы в Брестской прокуратуре. Ситуация достаточно сложная. Принимавшиеся предупредительно-профилактические меры позволили по итогам 8 месяцев сократить количество зарегистрированных на территории города Бреста преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, состояние алкогольного опьянения, убийств, фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, краж, грабежей, вымогательств, угон транспортных средств и других видов преступлений. По итогам 8 месяцев нынешнего года на территории города отмечается рост общего количества зарегистрированных преступлений плюс 30,3%, то есть до 1909 преступлений. При этом рост преступности имел место как на территории Московского, так и на территории Ленинского района. Ухудшение криминогенной обстановки на территории города произошло в основном за счёт увеличения с 342 до 456 преступлений, совершённых в сфере высоких технологий и мошенничеств 60 до 114, также в большинстве случаев совершённых с использованием ресурсов глобальной сети интернет. Особого внимания требует и проблема распространения в молодёжной среде пьянства, алкоголизма, наркомании и совершаемых на этой почве правонарушений. О возможных путях выхода из данной ситуации высказались выступающие. Мы делаем максимально возможно на сегодняшний день, на сегодняшний день по продвижению, безусловно, позитивных нравственных ценностей, формирования культа здорового образа жизни. И эта работа, она даёт свои результаты. Но явно недостаточно. Поэтому мы, безусловно, будем увеличивать процент этого контента в наших ресурсах, в наших и во всех доступных. Говоря о профилактической работе, конечно, необходимо повысить эффективное взаимодействие субъектов профилактики. Здесь я хотел бы остановиться на взаимодействии с общественными объединениями, взаимодействия с религиозными конфессиями, потенциал которых в настоящий момент используется в профилактической работе недостаточно эффективно. На рассмотрение также были вынесены вопросы о закрытии мест погребения в деревнях Козловичей и Митьки, план действий по устойчивому энергетическому развитию и климату нашего города и не только. На сессии мы рассмотрели вопрос о присвоении одной из улиц города Бреста имени знаменитого нашего архитектора Кискевича. Вопрос прошел при единодушном одобрении всех депутатов. Мы уточняли бюджет города Бреста, вносили изменения в наши локальные нормативные акты городского совета, связанные с изменением законодательства. По всем вопросам приняты положительные решения.